дорогие друзья когда мы говорим о радиации о опасности повышенной радиации в наших жилищах наших квартирах часто мы забываем еще об одном факторе который накладывает свой отпечаток на жизнедеятельность людей с точки зрения вот как раз радиационного облучения этот фактор присущ природному газу радиоактивному газу который называется радон мы пригласили в гости инженера физика специалиста из радиологической лаборатории татьяну михалову добрый день татьяна михаловна здравствуйте что из себя представляет вот этот вот таинственный и непонятный для многих наших зрителей радон да он именно является таинственным для зрителей радон это природный газ он тяжелее воздуха поэтому он скапливается в подвальных помещениях на первых этажах в закрытых помещениях его концентрация может превышать норму если не было предусмотрено достаточная изоляция поэтому особо попадает под риск подвольные помещения и первые этажи зданий в чем опасность радона для здоровья человека человека живет в квартире дышит этим газом он проходит через легкие и тяжелые частички остаются на легких и могут вызвать некоторые заболевания часто задают вопросы а почему же существуют радоновые ванны и они являются полезными все для нас является полезным то что нам расписано по часам радоновые ванны мы не принимаем постоянно всю жизнь мы находим определенно записанные часы а в квартире мы живем постоянно основную опасность точки зрения радона представляют как раз подвальные полуподвальные помещения и первые этажи зданий вам приходилось выявлять во время исследования измерений вот повышенный уровень радона таких вот помещениях да у меня бывали случаи повышенного концентрации радона в подвальных помещениях также бывали случаи в отдельно стоящих жилых домах там где люди делают погреба в квартирах или плохо сделан пол перекрытие деревянные без герметичной стяжки там естественно концентрация бывала выше внешне как-то можно определить вот такую повышенную радоновую опасность для здания нет радон внешне мы определить не можем он не имеет ни запаха ни цвета многие специалисты медики связывают с повышенной концентрации радона повышенный риск онкологических заболеваний да и согласно мне приходилось это слышать говорят что достаточно большой процент заболевания раком легких является тем что люди живут и дышат этим радоном он накапливается в легких вызывая негативные реакции харьков большой город жильцов первых этажей и живущих даже и в полуподвальных помещениях достаточно много как можно померить уровень радонов помещения сам сам жилец опять самостоятельно может эту операцию сам жилец эта операция выполнить не может существует прибор он достаточно большой у него есть камера которая прокачивает воздух вашего помещения этот концентрация частичек осаждается на фильтр через который проходит этот воздух потом после прокачки определенного времени этот фильтр перестанавливается в читающий прибор и мы сможем узнать концентрацию радона через определенное время понятно насколько я знаю бытовых приборов для определения уровня радонов помещениях практически нет которые бы свободно в продаже были это только специализированные лаборатории этими приборами оборудованы да это так и есть специализированные лаборатории это достаточно серьезные измерения и нужен опытный специалист скажите пожалуйста есть ли у людей возможность такое измерение у себя в квартире произвести что для этого нужно сделать возможность такая есть у людей для этого нужно обратиться в лабораторию и заказать услугу измерения радона в жилых помещениях это довольно просто мы мы выйдем и померяем вам концентрацию радона меня часто приглашали люди в этом заинтересованы у которых есть маленькие дети которые только покупают квартиру или дом им интересно знать каких условиях они будут находиться также есть заказы по измерению строительных материалов далеко не все жители могут вот сейчас очень быстро эту проблему решить а важность и актуальность ее очень и очень велика какие вы можете дать рекомендации людям для того чтобы уменьшить опасность опять повышенной концентрации радона что и можно сделать дома в бытовых условиях самим если вы считаете что у вас повышенный радон уровень концентрации поэтому вам лучше проветрить помещение если вы плохо себя чувствуете не знаете от чего это происходит лучше сделать вентиляцию также всегда рекомендуется проветривать помещение перед сном и утром это с точки зрения проветривания но есть и другие так сказать домашние способы снижения так сказать вероятности загрязнения радону своего помещения в том числе это и моменты связанные с тем что на пол достаточно постелить даст плотный какой-то материал через который радон не будет проходить заделывать щели то есть в принципе профилактику проводить можно и эту профилактику каждый человек сделать может но полностью решить проблему связанную с так сказать обеспечением радоновой безопасности наверное все таки можно только с помощью специалистов да я тоже так думаю потому что специалист знает какая там концентрация и уже исходя из этого он будет думать как ее уменьшить что нужно сделать насколько больше увеличить и вентиляцию что сделать полом как нам может сделать чтобы воздух ходил между полом и подвалом допустим спасибо